Включили запись, запись уже пошла. Друзья, приветствуем еще всех, кто нас сегодня слушает записи, ну и дальше нас будет слушать записи. Сегодня у нас среда, значит, мы проводим нашу зарядку и поговорим о полезной теме, которая будет полезна для каждого. Первое, о чем хотела поговорить, это, конечно же, ну мы дали жару эти два дня. Да, 8 марта, 9 марта, вот это мы дали, да, согласны? Обратили внимание, увидели, да, вчера у нас был вторник, золотой вторник, вот это вчера были запросы, вот это была неделя, конечно, драйвовая неделя. И я обращаю внимание, что чем дальше, тем неделя у нас все круче. Во-первых, пришла весна, уже тоже мир расцветает немножко, просыпается все, природа просыпается, ну и мы тоже просыпаемся. В нас просыпаются много желаний, таких крутых желаний, и на эти все желания, конечно, нужна реализация. Поэтому эти два дня были неимоверно крутыми. Мы в понедельник с вами, прям 8 марта, помните, когда проводили зарядку, мы помним, что у нас еще эти два дня были такие спецособые условия к празднику, это по подтяжке e-currency в поток плюс, ну и, конечно, включилась долгожданная функция, которую ждали, о которой спрашивали, и появилась эта возможность у нас из обычного потока переносить наши средства в поток плюс. Сейчас мы с вами, друзья, говорим о Кэшфлоу, так он фонд коллективного самообеспечения, в котором мы с вами вместе делаем так, чтобы у каждого был достаток, у каждого были деньги, процветание, ну и, в принципе, это получается очень-таки неплохо. Каждый находится в фонде в свой период времени. Марина Борщ недавно записывала хорошее видео. Марина, благодарю тебя за это видео, когда идет уже этот посыл из души, из глубины души, что вот ты год, и какие колоссальные изменения в твоей жизни произошли за этот год. У кого-то такие изменения происходят за несколько месяцев, у кого-то начинают реализовываться мечты и желания за несколько лет, например. Все зависит, конечно, от наших действий, от наших желаний. Во-первых, как много у нас желаний есть, сколько у нас желаний, насколько мы в себе их разжигаем. Помним об этом, что мы часто говорим, что разжигайте в себе желания, хотите всегда много. Если где-то путешествовать, отдыхать, то в самом лучшем месте, в самом лучшем отеле. Если автомобиль, то самый лучший, который ты можешь на сегодня представить, как ты считаешь, что тот самый лучший и именно этот. Если где-то жить, то в самом лучшем месте, где тебе нравится, где тебе уютно, где комфортно, потому что главное, какая обстановка будет вокруг тебя. Поэтому мы рождены точно для счастья и чтобы у нас в жизни все было самое лучшее. Мы получали кайф от этой жизни. Поэтому у нас та функция, которая включилась о переходе, о переносе средств из обычного потока. А мы помним, что у нас не так давно включился новый поток плюс, который основан на криптовалюте. Его основа – это криптовалюта e-currency. И принцип его работы и смысл его работы очень прост. Что мы берем криптовалюту e-currency, покупаем дешевле, например, по 5-10 центов у кого, как получается, на бирже Stacks или в Money Storage мы покупаем эту криптовалюту. Или вы покупали еще раньше, еще дешевле. Мы помним, что еще летом буквально эта криптовалюта стоила меньше цента. Понимаете? Меньше цента. А сейчас уже проходят сделки по 10 центов. То есть в сколько раз уже сразу же вырос курс этой криптовалюты. И даже сейчас все равно выгодно ее брать и использовать в потоке плюс. Потому что мы берем ее по 5-10 центов и тут же реализовываем в поток плюс кэшфлоу по одному доллару. Мы с вами уже выяснили и знаем, как это работает. Кто скупает эту криптовалюту по одному доллару, почему это происходит, почему это выгодно всем сторонам и нам, конечно, ну и той стране, которая это обеспечивает. Поэтому делаем это и получаем, естественно, результаты. Что мы понимаем, что сделать такую инвестицию на сегодня именно в криптовалюту, это очень выгодно. Поэтому поток плюс, мы с вами уже тоже это определили, что он более выгодный, чем обычный поток, чем тот стандартный поток, который у нас уже был давно. Поэтому сейчас, чтобы те средства, которые у нас еще есть в обычном потоке, а у нас мы помним, что поток пожизненный. Он бесконечный, он пожизненный, что из потока, у кого он уже создан, деньги идут до конца жизни. Конечно, мы знаем, что самые первые года там идет больше всего начисления, потом они, возможно, немножко снижаются. Но за счет того, что мы не сидим, а мы пополняем себе еще поток, мы добавляем в этот поток, мы еще прикупаем криптовалюты, то у нас он расширяется. И, соответственно, что в будущем все равно будут очень хорошие суммы, и они будут еще гораздо выше, чем даже есть сейчас. У каждого это свои суммы, но я вчера не опубликовала, не успела опубликовать скриншоты. Сегодня, скорее всего, их опубликую, суммы, которые идут у наших участников. То есть 1000 долларов в неделю и выше, это уже просто, знаете, я когда открываю во вторник список запросов от вас, и там сплошь и рядом, да? Ну так 1000 и выше уже сплошь и рядом. Ну а если разбирать 500 и выше, ну это просто почти уже, почти каждый первый. Поэтому есть у нас возможность сейчас из обычного потока переносить в более выгодный поток плюс, и мы знаем, видим эту информацию сегодня, что до 21 числа, а это можно делать по спецусловию тоже, что при переносе из обычного, из своего старого потока в новый поток плюс еще идет подтяжка 400% на всю сумму, которая идет перенесенная. Поэтому есть это у нас сейчас возможность, есть это дело, ну и творим. Если у вас есть сейчас вопрос именно по этой теме, хотя здесь все понятно, я прочитаю сейчас чат и перейду к основной теме нашего сегодняшнего разговора, который мы разберем. Ух ты, у вас тут приятность. Ну давайте, я так люблю эту тему, свершилась. Вот прям очень сильно, я некоторые, даже свершилась вчера опубликовала на нашем канале, очень люблю эти свершилась, что Роман пишет, я наконец-то снял с девушкой квартиру, и это благодаря кэшфлоу. Роман, это невероятное свершение, которое новый этап в жизни, я вас с этим поздравляю. Вера пишет, я покупаю Lamborghini Urus за 300 тысяч евро за e-currency, да, я видела этот Lamborghini в Монако, неплохой такой, неплохой такой внедорожник Lamborghini, но все-таки, Верочка, я возьму обычный Lamborghini. Вот, конечно, не по Украине гонять, но в Европе таки можно. А помнишь, Вер, как мы с тобой, когда были в Монако, еще самый первый раз вместе, и когда мы с настоящим гонщиком в Формулы-1 делали заезд. Там была благотворительная акция, которая проходила, ну, знаете, как перед казино, когда выстраивают дорогущие автомобили, ну, и, в принципе, по всему региону люди все приходят, фотографируются. Ну, и также там проходила благотворительная акция для одной из клиник или приюта детского, в которой владельцы дорогих автомобилей просто давали свои автомобили в аренду, и каждый желающий мог заплатить какую-то условную сумму. Вот тогда это было 50 евро всего, и ты мог, ну, там, сколько кругов, столько, и раз по 50 евро платишь, да? И ты мог с настоящим гонщиком в Формулу-1 пройти по этой трассе, ну, трасса, конечно, не Формула-1, а, которая проходят гонки именно в Монако, Grand Prix, так, и можно было именно с ним проехаться. Это было суперощущение, когда тебя так приглазило просто к сидению, вот поэтому я сделаю на это акцент. Ламборджини внедорожник брать не буду. Так, что еще свершилось у вас? Так, ой, много так сообщений. Ну, есть вопрос даже, давайте тогда вопрос, что обычный поток будет ли работать всегда, спросил Айдар. Спасибо, Айдар, за вопрос. Обычный поток и поток плюс, конечно, будут работать всегда. Также вы добавляете, что мне очень нравится. Спасибо, мне тоже очень нравится. Так, а и Татьяна тоже спросила подобное, что будет ли малый поток пожизненно или только поток плюс. Плюс, ребят, и тот, и тот поток, но мы видим, что у нас поток плюс, он все-таки идет более выгодный. Он новый. Нужно понимать, что если появляется что-то новое, он более выгодный. Он основан на криптовалюте, понимаете? Я думаю, что вы со временем сами просто отдадите предпочтение, чтобы у вас основные средства были именно в потоке плюс, потому что он проще, он выгоднее, он более понятный к восприятию. Купил криптовалюту по 10 центов, по 5 центов, продал по 1 доллару. То есть ты тут же делаешь очень выгодную сделку, самую выгодную сделку, которая есть на сегодняшний день. Ну и, в принципе, я даже и не встречала ранее таких. Так что это поток плюс, и вы будете делать на него предпочтение, скорее всего. Ну а там дальше посмотрим. То есть однозначно, что наше внимание всегда будет там, где выгоднее. Это очевидно. Согласны со мной? Думаю, что согласны полностью. Да, и раз мы уже так заговорили за автомобили и за то, что сбылось, так, сбылось, я хочу сегодня, у меня здесь даже есть заметки, чтобы ничего не пропустить, я хочу сегодня рассказать типичную историю успеха одной из наших участниц. Это одна из девочек в моей команде. И именно сегодня хочу для всех, потому что мы давно так не разбирали, у нас таких историй, конечно же, много случается каждый день, и чаты всегда приятностями завалены, вы делитесь. То есть свершилось, свершилось, мечта свершилась, желание свершилось, что-то осуществилось, получилось, и кольцо брили с бриллиантом для своей любимой, и ещё там другие все дела. И всё это, конечно, благодаря кэшфлоу, благодаря денежному потоку, который мы себе создали сами, которым мы управляем сами, потому что деньги — это энергия, и если правильно управлять этой энергией, то получаются очень хорошие результаты. Жизнь кардинально меняется. Проверено на себе, вы прекрасно знаете, что было у меня ещё несколько лет назад, ну и что есть сейчас, и у каждого из вас так же. Вот, поэтому у нас очень много историй, но сегодня я хочу рассказать одну из таких историй молодой девушки. Она сейчас с нами, кстати, присутствует на зарядке, и я думаю, что она нам сегодня ещё скажет пару слов, но уж точно хотелось бы от неё услышать ещё пару слов. Дальше я прямо, я так просто вдохновилась этой историей, потому что, наверное, это происходило всё на моих глазах, с моими непосредственными, так знаете, наставлениями, подсказками, и поэтому я вижу, вот так это происходит, я вижу, как меняются люди, как меняются жизни, и эта история меня тоже вдохновила, я думаю, что она тоже вдохновит многих ещё людей. Я, скорее всего, даже сделаю пост с фотографиями, ну и совсем другим. Готовы? Хорошо, тогда рассказываю. Сейчас даже подготовлю себе здесь картинки у меня есть. Всё у меня есть подготовлено. Всё, включила. Чат я сейчас, друзья, читать не буду, к сожалению, потому что буду отвлекаться тогда, поэтому в чате напишем всё ещё попозже. Итак, типичная история успеха одной из девочек в моей команде. Я некоторых даже отмечала на 8 марта, но вот сегодня есть у нас такое очень классное свершилось. Вот недавно она купила себе машину, новую машину, новый автомобиль из салона, всё, как хотелось, всё, как мечталось, но, наверное, что не верилось, что это может случиться так быстро и что действительно это может ещё случиться в этой жизни. Потому что ещё когда мы говорили в самом начале об этом, о желаниях, о мечтах, как только познакомились, то есть супер желание, но, наверное, вообще в этой ли жизни или не в этой ли жизни. Так, всё, всё получится и всё будет в этой жизни и намного быстрее, чем мы даже себе можем это представить. Но мы с вами знаем, как быстро всё случается. Ну, новость даже не в этом, что она купила машину. У нас все покупают автомобили и часто покупают это, часто это делают. Но новость именно в том, как у неё это получилось. Я хочу именно поделиться этой историей. Действительно, историей успеха. Молодой девушке, 27 лет, абсолютно молодая девушка, понимаете? Девочка работает мастером по ламинированию ресниц в городе Днепр. Это, конечно, такая очень востребованная на сегодняшний день профессия и услуга, которую в бьюти-индустрии. Но, ну, для нас девочек, да, особенно, но должны согласиться, что это не самая высокооплачиваемая на сегодняшний день профессия. Ну, и всё равно есть потолок. Каким бы ты ни был супермастером, сколько бы ты ни принимал клиентов в день, то есть какой-то потолок, который ты можешь упереться, и всё. И на этом твои доходы, они просто начинают, их рост начинает прекращаться. Вот это не только касается этой сферы, но вот именно на этой сфере, и вот на примере Лены, очень хорошо это видно. То есть мастер по ламинированию ресниц. Мы когда-то с вами летом выясняли, сколько же получается чистой прибыли у бьюти-мастеров, когда они полностью заняты. Ну, и даже раскладывали момент, как они могут, управляя тем потоком денежным, который приходит к ним из их профессии, там, не самые высокооплачиваемые, как они могут раскрутиться. Ну, и вот Лена, она присоединилась к нашему сообществу в августе месяце. Внимание, август месяц. И уже сейчас осуществила самую главную мечту в своей жизни, самую-самую главную, купила себе новый автомобиль. Сейчас, конечно, она понимает и знает, ну и все мы, что это не самая главная уже мечта в жизни, потому что появилось много других по ходу, потому что стала жизнь кардинально меняться. Итак, август месяц, считаем, у нас это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Семь месяцев. За семь месяцев осуществилась полностью мечта своей жизни, и жизнь кардинально изменилась. А как же у нее все начиналось? Пришла она в наше сообщество, присоединилась в август месяце с 20 долларами. Я вот специально открыла ее историю Лакшми, я потом в чатах прямо сделаю все скриншотами и покажу. Лена разрешила это, поделиться этой информацией, все доступно, все открыто, и я потом все сброшу. И вы сможете это увидеть. Итак, в августе месяце, а именно 7 августа, она пришла в сообщество, ее первый взнос был 20 долларов. Вот прямо здесь это видно. Дальше. Ну что получается у нас 20 долларов? Конечно же, мало, да? Но самое главное, что появилось в жизни, это общение с нами, это близкая связь, это общение на наших зарядках, посещение наших зарядок, посещение наших вебинаров, общение со мной лично. Так, и наблюдение, то есть наблюдение, что у других людей так получается, и что же делать? И что же делать, чтобы у меня тоже так было, чтобы осуществилась самая главная мечта жизни, потому что на тот момент у Лены было именно так. И поэтому Лена стала слушать меня как наставника. Я, конечно же, стала давать подсказки и наблюдать вообще, Лена стала за всеми другими участниками сообщества, что же они делают. Поэтому потом постепенно она стала немного себе правильно управлять своим потоком денежным, добавлять еще 20 долларов, еще 30, еще 50, потом там какая-то выше сумма, еще 100, например. Но это были вот такие небольшие суммы, потому что они, конечно, варьировались от тех диапазонов, которые были заработки в жизни. И, конечно же, мы помним, что, ну вообще знаем, что когда у нас что-то происходит в жизни, какие-то изменения, то на это обращают внимание наши друзья и близкие. С этим тоже мы все согласны, это факт, что просто у тебя даже меняется немного мышления, немного восприятия. И это замечают другие. И поэтому я говорю, Лен, когда тебя спрашивают, ты можешь делиться информацией, как это у тебя получается. Даже твои пока еще небольшие суммы, которые у тебя уже на тот момент были, ты можешь делиться информацией, как это будет. И фонд за это дает очень щедрую благодарность, потому что мы получаем за это еще бонусы. Ну и сначала Лена как-то так, ну так, да не так, наверное, да, вот, ну что-то я вот буду там, я вот что-то рассказываю, но никто не понимает или, ну, то есть, что-то я так не понимаю, как рассказать, нужно немножко вникнуть, ну, разные такие вопросы, да. Ну, ничего, все, то есть поток идет, деньги идут каждую неделю, все вот идет, да. Там кто-то замечает, потихонечку начинает рассказывать, потихонечку делиться этой информацией. И вот как-то так через время, раз, она стала, ну, вот так получилось, да, она раз и стала аудитором. Потом у нас уже из Лакшми мы перевезли поток в кэшфлоу, конечно, да, то есть, и потом раз, она так стала аудитором. И это сразу же, вот так получилось, да, что у нее уже появилось там 10 человек в команде, раз, стала аудитором. И тут такое, знаете, бинго, о, просто, наконец, понятно, что же я все это время утвердила, что теперь можно еще делать карьеру, что теперь здесь можно еще получать деньги. А именно, уже не просто 7% реферальных бонусов со своими рефералами, да, которые вот пришли по твоей рекомендации, которым ты рассказал, которые тебя спросили, и ты от них не скрыл информацию, в принципе, откуда у тебя деньги в жизни, а еще плюс 5, поэтому теперь 7 еще плюс 5, уже 12% с каждого их взноса. Ну, и там еще включается глубина, и тут такое, знаете, тын, так нужно же и можно делать. Да, и просто Лена в этот момент прям признала, а что же я все это время, что же я, ну, это у нее произошло вот через 3 месяца буквально, да, там первые 3 месяца как-то присматривалась, и говорит, что же я все это время просто пропустила. И, если честно, тогда слово просто немножко даже так протупило, да, все это время. И тут после этого все пошло, и теперь смотрим, если у нее получилось осуществить мечту за 7 месяцев и полностью изменить сейчас ход своей жизни, могло ли это случиться раньше? Могло, да, если бы там первые месяцы не ждать, не присматриваться, а сразу брать жизнь в свои руки и сразу просто лететь вперед. Поэтому с того момента, как через 3 месяца Лена стала аудитором, а это, конечно же, уже так другой статус, это уже команда, да, то ощущение бонусов идет. Ну, например, пока у тебя такая маленькая команда, и сильно на новый автомобиль не заработаешь, да, не получишь. Вот, но что же происходит в тот момент? И вот тот именно момент фикс, да, когда резко у нее стали прибавляться деньги. Я это прямо увидела и заметила по запросам, которые приходят по вторникам, да, ну и по кабинету, конечно, тоже это видно. Вот момент, когда у нее просто деньги повалили. Почему? Почему это происходит? И вот сразу это совпадает с тем моментом, когда Лена зарегистрировалась на бирже Stacks, да, мы с вами знаем, что у нас на бирже Stacks, там криптовалюта e-currency. И когда стала скупать криптовалюту, когда мы говорили, говорили, что покупаем, друзья, покупайте криптовалюту, покупайте. Вот сколько сейчас ее курс, там, не думайте, сколько и через которое время, какое он будет, покупайте. И что ее уже в тот момент можно было реализовывать при подтяжке по одному доллару, да. И вот она стала покупать себе криптовалюты вот так, 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 так. И потом, когда, конечно же, команда стала развиваться стремительнее, потому что у Лены у самой теперь появился этот стимул, когда им нужна была криптовалюта, то, хоп, она уже есть у Лены, у них там сложности какие-то с биржей Stacks появляются, там что-то, верификацию, еще там что-то сделать, да. А тут, хоп, Лена может помочь. И она раз им помогла, и у нее есть эта уже криптовалюта. И поэтому оставшуюся сумму, которой ей вот не хватало, потому что у нее там деньги вот собирались, да, до ее мечты, плюс ко всему там уже другие абсолютно доходы, которые появляются, другие растраты в жизни, что ты себе уже больше можешь позволить, да, потому что у тебя уже работает команда, ты уже с командой работаешь, ты получаешь бонусы уже, 12% бонусов ты получаешь. Ты уже не только на свои первые взносы, которые у тебя там были, по 20, по 30 долларов рассчитываешь, у тебя сразу же включается уже вот этот механизм, который дает деньги. И вот в этот момент, когда услышала, когда сделала все с криптовалютой и currency, и когда ее можно и подтягивать самой по одному доллару, это же просто купил намного дешевле, по одному доллару подтягиваешь. Когда можно помогать другим с криптовалютой, такое сразу хоп, и все, и сразу прирост. Ну и потом, конечно же, у нас кэшфлоу, вот самый такой пошел у нее, я вижу, такой просто пошло-пошло-пошло, и недостающей суммы, которой не хватало, вот как раз на автомобиль у нее появилось. Насобирала, теперь внимание, следующее, что получилось у нее за это время, вот за 7 месяцев, а можно сказать, что первые 3 месяца как-то так пролетели, да, бездейственно, но вот оставшиеся даже 4 месяца, которые были, где деньги пошли уже так абсолютно другими суммами, да, и уже и все, что хочется в жизни, можно себе позволять лучше, выше, да, но еще и получается скопить на автомобиль. И вот у нее получилась эта сумма 10 тысяч долларов. Все, 10 тысяч долларов. Конечно, можно было, как распорядиться этими финансами, можно было взять какой-то автомобиль там, ну, на эту сумму, да, хотя, не знаю, можно было, как поступают, почему, да я не знаю, почему так поступают, это нужно очень сильно вообще искоренять в мире, когда вот есть у тебя сумма 10 тысяч долларов, и распоряжаются ею, чтобы приобрести автомобиль там в ВУ, например, или особенно если вдруг там где-то он из Европы его пригнали, или из Америки, да, мы знаем, что очень там разные пригоняют, ну, дешевые автомобили, а какие там они, какие-то полуразбитые уже, да, вот, много абсолютно сейчас на рынке ребят, которым этим занимаются, у них там сумасшедшая конкуренция, и они друг перед другом, да, то есть можно было сделать так, взять эти 10 тысяч долларов, отнести ребятам, сказать, пригоните мне какую-то там машинку, абсолютно не зная какую, что там, какая история у этой машинки там где-то из Америки, да, но Лена всё-таки поступила полностью логично и полностью правильно. Почему? Потому что она находится в нашем сообществе, потому что в нашем сообществе все вопросы решаются, начиная от вопроса денег, да, когда у тебя нет денег, кстати, когда у тебя нет денег, то прямиком дорога сюда, да, потому что здесь у тебя деньги априори начнут появляться. И следующий вопрос, что когда у тебя уже есть деньги, так же эффективнее всего ими распорядиться. Вот когда у неё появилось уже 10 тысяч долларов, мечта автомобиля, то она абсолютно правильно пошла в нашу лизинговую, да, друзья, об этом ещё подробности скоро будут, и все, у кого, кто ещё не знает, что так можно, я так два раза уже делала, да, кто ещё не знает, что так можно, то так можно. Она взяла эти 10 тысяч, пошла в нашу лизинговую, сказала, я хочу вот этот автомобиль. Лена, это, по-моему, у тебя Nissan Qashqai, да, новый, красивый. Я сейчас загружу даже, секунду, да, я сейчас даже загружу картинку, чтобы все могли, так, где же она у меня здесь была подготовлена, новый, красивый Nissan Qashqai белого цвета из салона для девочки. Мечта, да, то есть хороший автомобиль, надёжный автомобиль. И это всё через нашу лизинговую. Пошла и сказала, я хочу вот этот автомобиль. Поэтому эти 10 тысяч, которые у неё уже были, пошли на первый платёж. Так, и сейчас, секунду, я загружаю. Вот, есть. Так, вот, видим, да, всем видно. Нет, секунду, сейчас, сейчас, ещё не видно, наверное. Не видно, не видно, да, пишите? А вот что-то, видите, у меня же здесь на новом телефоне, а я ещё не опробовала здесь демонстрацию экрана. Давайте ещё раз. Ещё раз. Не видно, да? Нет, видно уже. Видно, 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 да? Всё, видно. Супер. Вот он, этот автомобиль. Новенький, красивый, беленький для девочки. С номерами конфета, да? Мечта? Мечта девочки? Конечно же, мечта девочки. Давайте остановлю, потому что я так не вижу чат. Вот. И получается, что Лена поступила абсолютно разумно. Эти 10 тысяч не унесла где-то на разбитый автомобиль, а в лизинговую для того, чтобы взять новый автомобиль. То есть у неё там 10 тысяч долларов получился первый платёж. Сразу у неё уже новый автомобиль, мечта, с номерами конфета. И там у неё получилось, она написала, что теперь ещё платежи на год по 36 тысяч гривен. Ну, там примерно у нас получается 1200 долларов, примерно так, да? И теперь её эти платежи абсолютно вообще никак не парят, потому что она себе уже обеспечила в неделю больше, чем тот платёж, который ей нужно сделать за месяц. У неё в неделю уже получается больше, чем эти 1200 долларов каждую неделю. А в месяц у нас 4 с половиной недели. Поэтому, как мы видим, друзья, это как раз тема о том... Вот спасибо большое таким историям, кто подробно делится. Спасибо большое таким девочкам и мальчикам, которые делают всё пошагово, и которые видят свою мечту, и которые действуют, да? Ну, и делают вот шаг за шагом. И делится ещё эта история. А, кстати, и кроме того, что у неё сейчас не только есть ещё новый автомобиль, не только есть деньги на то, чтобы его выплачивать, и вообще деньги на всё другое в жизни, у неё теперь она ещё стала... Точнее, получила ещё агентский договор от нашей лизинговой, и теперь она может получать ещё и от лизинговой бонусы от людей, которым она порекомендовала нашу лизинговую. Это бонус там от 7 до 15% за рекомендацию лизинговой. То есть берёшь человека, который хочет купить автомобиль, приводишь его в лизинговую, он берёт автомобиль, а тебе идут бонусы. Система вознаграждений работает, система вознаграждений прекрасная, и на этом тоже можно получать деньги. И причём этими бонусами, которые теперь она будет получать, она может гасить ещё свои платежи. Да, она может этими бонусами гасить платежи, которые по её личному автомобилю, чтобы ещё не тратить на это деньги. Понимаете как? Это просто класс. Лен, ты сейчас с нами на связи. Пожалуйста, ты можешь уже включить микрофон. Хочу, чтобы ты сейчас нам сказала пару слов. Привет. Привет, меня слышно? Слышно. Вот это молодая девушка. Лена, ну по голосу слышно, что она совсем молоденькая. Всем привет. На самом деле я очень-очень счастлива, что я попала в этот проект. До проекта я была в декрете, я и сейчас в декрете. Всё, что я имела, это детские выплаты, и больше у меня ничего не было. Конечно, когда я пришла в проект, да, я тупила, я тупила. И если бы не Ира, если бы Ира меня не толкала, то, возможно, бы мой взлёт был намного бы позже. Сейчас, на данный момент, когда я знакомлю людей с проектом Cashflow, всё, что я говорю, это стартовать и гнать, гнать просто вперёд. Кто-то слушает с первого раза, кто-то присматривается. Тот, кто слушает меня, тот стартует, тот уже получает хорошие деньги, приводит людей. У меня есть девочка, которая за два месяца или за полтора у неё уже там семь реферальных. Кто-то дольше сидит и нет реферальных. То есть каждый воспринимает по-разному, и у каждого, то есть каждый зарабатывает свою сумму, ту, которую он хочет. Всё, что я хочу сказать, это... Я мамочка в декрете. Для меня ресницы сейчас... Сейчас, зайчик, секундочку. Для меня ресницы — это чисто пойти, поиграться, побаловаться, поразговаривать с девчонками. И опять же, у меня очень много девочек с ресниц. То есть я хожу в спортзал, практически у нас уже весь спортзал в Cashflow. Все мои клиенты с ресниц уже в Cashflow. То есть я очень сильно рада, у меня бьют эмоции, что моя жизнь кардинально изменилась. И когда люди видят эти изменения, то, по сути, даже рассказывать никому ничего не нужно. Все сами спрашивают, а как, как, почему, а где ты берёшь деньги, а где ты работаешь. То есть как только ты сам себя развил, никого звать не надо, все сами к тебе идут, просто идут. Вот я на тренировку прихожу, и у меня уже куча вопросов у всех, у всех куча вопросов. Это очень классно. Я вот по поводу аудитора, что ты говорила, после статуса аудитора, конечно, взлёт идёт очень быстро. Я всем рекомендую быстрее наращивать свою команду, потому что действительно 12% реферальных, это с первой линии, и потом со всей глубины это очень хорошие деньги. Кстати, на которые я и закупалась криптовалютой, которая сейчас у меня очень хорошо вспыхнула, за счёт которой я себе и нарастила очень хорошо поток плюс. Алло? Да, Лен, я так заслужилась. Я просто, у меня тут и Дамир на руках, и шарики дую, и рассказываю одновременно. Да? Вот так вот, вот так вот, мамочки, молоденькие девочки осуществляют свои мечты. Спасибо большое. И вам спасибо. Всё, я уже тогда выключаю тебе микрофон. Да-да-да. Хорошо, да. Спасибо. Вот такие, друзья, истории. Я сейчас даже открою чат. Вы можете написать сейчас в чате, как ваши эмоции, да, что, ощущаете ли вы себя, возможно, сейчас. А что же я сижу? А что же у меня ещё за 4 месяца? Здесь нет нового автомобиля, конфеты. Девочки, все хотят вот конфету, да? У каждого конфета точно своя. У кого-то она беленькая, у кого-то она красненькая, у кого-то она там зелёненькая, например. Мужчины, все тоже хотят изменений крутых, да, вот что-то, естественно. И вот это получается очень быстро. Просто не тупить, не тормозить. Вы помните мою историю, что когда я пришла, у меня была выплата 2 доллара, и это были мои 2 доллара. Поэтому стартовать здесь для того, чтобы были результаты, для того, чтобы люди это замечали, не нужно сразу получать миллионы, да? Сколько, вот первую выплату, которую ты получил, получил уже 2 доллара, доллар, 3, 10, 5. Сколько где будет получаться? Первый взнос, который ты сделал, 20 долларов, 30. Там первую криптовалюту, на сколько ты купил? Да хоть на 100 гривен ты купил этой криптовалюты. Но у тебя уже тут же полностью пошел отсчет изменений в жизни. Ты тут же уже делаешь абсолютно все по-другому. Ты новое делаешь в жизни. Новое очень классно, очень важно делать в жизни всегда новое. Ты делаешь новое. Ты делаешь современные, инновации. То, что на сегодня актуально, то, что на сегодня работает. То, на чем другие люди делают деньги. Ты общаешься с другими людьми, у которых абсолютно другие вибрации, высокие вибрации, которые счастливы, которые довольны, которые не находятся на этапе выживания, а которые находятся уже на этапе достатка и процветания. Это другие люди, другие вибрации. Это твоя другая атмосфера вокруг. Те люди, с которыми ты общаешься. И тогда априори в твоей жизни начинают происходить чудеса и изменения. В твоей личной профессии, в твоем личном деле автоматически начинает все налаживаться. Общение с людьми автоматически становится другим, приятным. И все. И потом идут деньги. И здесь самый главный момент, первое, это слушать своего наставника. Вы помните мою коронную фразу, что когда я услышала о нашем сообществе, увидела людей, которые здесь есть, я захотела так же. Я просто прилипла руками, ногами и зубами, еще как банный лист. И сказала, пока я не научусь всему, пока у меня не будет получаться, я вообще не отлипну. Я днем и ночью могла писать своему наставнику, звонить, спрашивать, жаловаться, если что-то не получалось, говорить, разговаривать просто. И потом все просто такой раз, раз, раз и пошло по-другому. И, конечно, когда ты уже становишься аудитором, ребята, мы не зря говорим, и не зря мы поздравляем каждого, кто становится аудитором с этим новым статусом, потому что это у тебя уже сразу другая жизнь пришла. Когда ты уже стал аудитором, все, ты обречен теперь на процветание. Если ты уже умеешь покупать криптовалюту и продавать ее, покупать на бирже подешевле, продавать ее через кэшфлор, все, ты априори обречен уже быть с деньгами всю жизнь. Мы в пятницу на зарядке об этом говорили. Самый эксклюзивный и простой способ презентации себя, презентации твоих умений, которые на сегодня у тебя есть. По-моему, даже у меня где-то есть запись, если кто-то пропустил, я могу дать вам переслушать. Презентация себя, презентация своих умений. Привет, а что ты делаешь? Чем ты сейчас занимаешься? Презентация себя. Поэтому, если вы это уже умеете, то все, конфеты, вот такие красивые, беленькие, с номерами конфета, у вас могут быть уже через месяц, через два месяца, сколько хотите, а могут быть через год, конечно, в зависимости от того, как вы будете действовать. Поэтому, друзья, я желаю искренне каждому быть аудиторами. Если вы еще не задумались, что хотите вы быть аудитором или нет, а это новый ранг, новый статус, для этого у вас должно быть 10 человек, которые зарядились вашим состоянием души, которым вы рассказали о новом вашем умении, то, что у вас получается, которым вы помогли зарегистрироваться на сайте. А если вы это пока еще не можете сделать, вот просто расскажите, а поможет все сделать ваш аудитор, потому что именно тот человек, который уже стал аудитором, он профи в деле, у каждого абсолютно, у каждого у нас есть аудитор, это их наставник, и он будет помогать во всем. И не нужно стесняться. Лена, например, она тоже стеснялась, она там писала, ой, наверное, неудобно там как-то звонить, или там, когда звонила с вопросами, и такая, ой, наверное, это будет глупый вопрос. Я говорю, да, самый глупый вопрос, это тот, который не заданный. Не бывает глупых вопросов, да. Его нужно обязательно задать, нужно обязательно спросить, сказать, свое впечатление, свое там состояние передать, или, а что там сказал какой-то другой человек, например, о криптовалюте, ну, типа, это все фигня, да, я там, вот, там, девочки могли сказать, или мальчики, это все фигня, да, я вот хожу себе там, делаю работу свою, ну, а выше своей зарплаты, в принципе, получать-то и перспектив жизни нет. А криптовалюта, типа, фигня, они говорят. Хотя другие люди уже давным-давно показали, что это далеко не фигня, да. Вот, то есть, как у вас ощущения по этой теме, в том, что сказал, всегда общайтесь со своим аудитором, потому что история успеха есть у каждого человека, и каждая, она вдохновляющая. Есть быстрые истории, есть длительные, но помним, что сейчас скорость жизни очень сильно увеличилась. С такой скоростью просто все пролетает, дни, месяцы, разные события, сколько изменений в мире происходит, да, за предыдущий год уже у нас мир полностью перевернулся, за предыдущий 20-й год, полностью перевернулся. Поэтому скорость жизни колоссальная. И просто тормозить, это непозволительная роскошь на сегодня. Тормозить ни в коем случае нельзя. Взялся, делаешь. Взялся, делаешь. Потому что мир летит вперед. Стоять на месте вообще нельзя. Если ты стоишь на месте, то ты откатываешься назад. Только вперед и только развиваться. Как сказала сейчас Лена, что она сейчас говорит своим всем участникам в команде, что если ты здесь уже попалась, и ты уже здесь оказался, все, теперь вперед и фигачить, фигачить, фигачить вперед. Потому что это твоя жизнь, это твои желания и насколько быстро они будут реализовываться. Вот так, друзья. Поэтому что сейчас? У нас что на сейчас актуально? Конечно, акцент, акцент на эти недели. У кого есть поток обычный, ребят, вы его можете перенести в более выгодный поток плюс. Делайте это. Переносите. Вы знаете все условия, как это происходит, вы знаете все действия, что необходимо сделать. У нас в кабинете все очень легко, доступно, интуитивно, понятно. Есть все инструкции, как что делается, но и есть аудитор всегда. Поэтому переносите. Сделайте акцент на более выгодном потоке, переносите. Кто хочет, конечно, чтобы было более выгодно. Дальше. Аудиторство. Становитесь аудиторами. Пусть в вашей команде появляются люди. Когда у вас уже появилось 10 человек в команде, это ваши близкие, ваши сестры, братьям, мужья, родители, кумовья. Это наш самый близкий круг. Становитесь аудиторами. Я хочу еще поделиться еще одной радостью в своей семье. Это вчера у нас был очень радостный, счастливый день. Я сегодня вижу утром, что он продолжается. Это счастье у моей мамы. Она наконец-таки уговорила меня, чтобы я ей помогла зарегистрироваться в кэшфлоу. И я вам хочу сказать, моей маме на секунду 66 лет. Я вчера полностью наблюдала, как она это все делает. Я сидела рядом. Как она пополняла манисторы через свои карты, пенсионные карты на 100 долларов. Говорит, у меня вот есть пока 100 долларов. Там пришла пенсия. Говорит, чтобы она в очередной раз где-то не ушла, просто мимо пролетела. Я хочу ее запустить в поток, чтобы через год это было уже не 100, а 500. Вот. Как она пополняла это? Как она делала взнос? Дальше, e-currency, подтяжка e-currency еще, потому что там еще разделились сумму на то и на то. Она это все делала сама. Она это долго просила. Она просила подарок на 8 марта. На 8 марта у нас был такой движ, что просто у меня физически времени не хватило. Это, мама сказала, это был худший 8 марта в моей жизни. И она это сделала вчера, уже 9 марта. Она говорит, ну давай мы сделаем это сегодня. Потому что она говорит, у вас же там уже условия будут другие. Я хочу сегодня. И потом, когда она сделала себе первое начисление, около двух долларов получилось, вы себе не представляете эти счастливые глаза. Серьезно. У меня вчера просто такое было. Это уже было, наверное, 10 часов вечера. У меня такая была приятность на душе просто. Это были такие счастливые глаза. И говорят, и что, мне теперь будет капать каждый день? Я говорю, да. А я могу еще добавлять? Я говорю, да. Можешь еще добавлять. Ну все. Скоро придет следующая пенсия. Я еще 100 долларов добавлю. А я уж уже могу эти 2 доллара снимать? Я говорю, да, конечно, можешь. И вчера же был вторник, сразу день вывода. И она сразу же поставила на вывод. И там буквально через минуту уже выплата пришла на кошелек в Money Storage. Я говорю, смотри, вот она. Боже мой. Все. То есть, понимаете, я вот в такие моменты, когда происходит, вот иногда проживаете такие моменты с вашим новичком. Это такое счастье наблюдать, вот как реально меняется его ощущение просто. И она говорит, а что? Я теперь могу еще рассказать своим подружкам, понимаете? Моя мама, моя мама, говорит, я могу подружке. Вот сейчас мне там Надежда позвонит, и я ей расскажу. Вот, понимаете? Это моя... Чтоб тоже тут не сидела, вот просто так без дела, там на пенсии, например, только свою. А вот, а что бы делала? Потому что я давно еще им рассказывала, что девчонки, вы так можете делать. А они такие, да, ну вы что? Да я тут ничего не понимаю, да я уже там в возрасте, да это вы молодые. А вот оно, совсем все по-другому. И моя мама, для меня это было вообще просто такое, неимоверно. Моя мама говорит, я теперь же могу подружкам рассказать. Я могу им теперь похвалиться, что у меня теперь тут есть криптовалюты, что у меня тут в день идет деньги, и я их получаю и снимаю, вот прямо с карточки, и прямо на карточку. Понимаете, да? А что мой сын вчера учудил? Приходит вечером и говорит, мама, слушай, можно я завтра понесу, пони, иди и покажу свой биткоин? А у него есть такой биткоин, знаете, вот металлический такой, ну вот как монетка. Мне когда-то в Москве его подарили на одной из конференций. Я его положила сыну в котлёчку, и сказал, смотри, вот у тебя шли. Когда у нас будет детская программа для детей, то мы сможем каждому нашему ребёнку сделать уже сейчас тоже поток денежной на их будущее. Вот он говорит, можно я покажу? Говорю, да. Поэтому, друзья, рассказывайте, что вы уже пользователь, уверенный пользователь с криптовалютой. Может, пока не настолько уверенный, но рассказывайте, что у вас уже это есть. Рассказывайте, что у вас есть денежный поток. Я просто вижу и знаю, что как только это появляется, всё, другое состояние души. Помните, что у вас сейчас другое состояние души, у вас сейчас другие эмоции, другие вибрации, другие люди вокруг вас. И дальше с вами тоже будут именно такие другие люди, с которыми ваша жизнь будет меняться. И помните, что когда изменилась ваша жизнь, когда вы уже полетели вперёд, не оставляйте ваших родных и близких где-то там пасти задник. Подтяните тоже и их, помогите им. Потому что я неимоверно благодарна своему наставнику и тому человеку, который просто так вскользь рассказал о таком чудесном сообществе людей. Я ему неимоверно благодарна за то, что он когда-то мне дал эту информацию, за то, что он поделился. И, конечно же, напрямую можно гордиться собой, каждый гордит и с собой, что вы эту информацию взяли, в голове переварили и сказали, я так тоже буду делать. И в моей жизни все мечты и все желания будут осуществляться. Поэтому сегодня история Лены, молодой девушки. Я вообще неимоверно рада. Ну, серьезно, это всё происходило на моих глазах. И вот каждое движение даёт результат. Поэтому, друзья, есть поток плюс? Делайте поток плюс. Есть возможность выгодно перенести из малого потока в большой? Переносите. Есть возможность купить e-currency? Покупайте. Есть возможность на бирже сделать себе верификацию, чтобы там покупать ещё выгоднее e-currency? Покупайте. Есть возможность добавить к потоку 20 долларов, 25, 36. Добавляйте. Добавляйте каждую свободную сумму, добавляйте к потоку, подтягивайте e-currency, потому что тут же вы получаете больше. Вы эти деньги получаете каждую неделю. Обязательно. Получили выплату. Вот вчера мы все получили выплаты. Получили выплату. Тратьте на себя. Не копите. Не занимайтесь накопительством, там, с каким-то сберегательством. Эти деньги уплывут, уйдут, непонятно на какие вещи. Тратьте на себя. Все, что не потратили или пока не готовы потратить, потому что еще нужно прийти к тому, чтобы позволить себе теперь на себя тратить много. То, что не потратили или не готовы потратить, снова закидывайте в поток. На следующей неделе снова будут деньги. И просто привыкните к тому фактору, что деньги теперь будут всегда. Ну, а для всех новичков, кто нас слушает и кто там и сейчас слушает зарядку, будут записи, слушают зарядку, ребят, создавайте себе поток. Если вам посчастливилось познакомиться с человеком, который есть уже в кэшфлоу, который управляет уже своим денежным потоком, у которого есть команды, или у кого, кто тоже пока лишь только делает первые шаги, но у кого есть очень крутой наставник, то прилипните к нему как банный лист и начинайте все спрашивать. И просто делайте, как он. Самый простой рецепт. Так делала я. И все, кто тоже так делают, появляются крутые результаты. Мы знаем, что Юлия Якуня у нас недавно купила дом с семьей для своей большой красивой семьи, потому что она всегда... Вот Юля у нас — это образец того человека, который всегда делал... Вот как я говорила, она всегда это делала. Она всегда спрашивала, она всегда советовалась, и она всегда делала. Самое главное — просто всегда делать. И сейчас вот Лена у меня тоже есть таким... очень крутым примером, потому что она всегда делала. Не сидеть, не молчать, не отсиживаться. Это ваша жизнь. Поэтому проживайте ее так, как вы хотите. А как вы хотите проживать вашу жизнь? Ответьте сейчас на ваш вопрос, на этот вопрос точнее сами. Все. Что можно делать? В мир у нас неограниченных возможностей. Поэтому главное — только делать. Друзья, спасибо за ваши сообщения. Вы пишете, тут классный заряд получили. Так. Классная зарядка. Зеленая улица тут у кого-то. Так. Ирина здесь пишет, что нужно было снять видеоклип момента, как Лена брала машину. Думаю, что... Думаю, что... Может быть, даже и не получалось. Не знаю. Это было вечером. Потому что и не было кому даже снять еще этот момент. Но думаю, что... Эмоции были... А, вот. Мне Лена сразу же позвонила. Как только у нее уже была машина во дворе, она мне сразу же позвонила. Говорит, слушай, я еще сижу здесь. И мы разговаривали. Ну, долго так разговаривали. Потом она говорит, ой, давай, наверное, уже будем завершать. Конечно, хочу еще столько рассказать. Но я пока еще не разобралась, как здесь включается печка, да, тепло, как здесь включается. Я уже так замерзла здесь. Но я сижу здесь. Тут так вкусно пахнет, да, запах нового салона. Это все, знаете, так до глубины души просто. И так все знакомо, потому что у меня все происходило вот именно так. Когда ты сидишь, не хочется выходить, когда ты видишь, что это случилось. Ну и так с каждым желанием. У каждого у нас разные желания, но и все эти желания могут сбываться. Но вот такое вот прям желание всей своей жизни мы видим, что молодые девчонки осуществляют за пару месяцев. Поэтому, друзья, все в наших руках. Действуем, живем, ну и проживаем каждый день так, чтобы обязательно было то действие, что что-то мы сделали точно полезно, чтобы завтра было круче, чем сегодня. Все. Желаю каждому исполнения всех желаний. Наш час мы сегодня провели супер. Я вот когда эту историю Лены рассказывала, сейчас ощущения все эти. Я желаю этого каждому. Испытать это каждому человеку, каждому участнику и каждому наставнику. Дорогие наставники, беритесь за ваших участников. Вот просто беритесь за них и помогайте им. Помогайте им морально, эмоционально, знаниями всеми. Подсказывайте, работайте с их людьми, вдохновляйте их. То есть возьмитесь за человека и сделайте так, чтобы через пару месяцев он осуществил мечту всей своей жизни. И его жизнь кардинально изменилась. И чтобы теперь вопрос денег его вообще не парил. Все. Я вас целую. Обнимаю крепко каждого. В пятницу мы с вами встречаемся на новой зарядке. Помним, что пятница это у нас особый день. Всегда у нас по традиции презентация себя. Поэтому в пятницу каждый из вас готовит мини-презентацию себя, мини-историю, что у вас свершилось, что случилось крутого за последний период или с период, как вы сейчас в кэшфлоу, за недели, которые вы уже здесь, за первый месяц. Что у вас произошло. Вы в пятницу иногда рассказываете такие неимоверные истории. Поэтому я ждусь пятницы с нетерпением. Ну и приглашаю всех тоже на зарядку. Кто в 11 часов по Киеву, а это 12 по Москве, может подключиться онлайн и слушать, подключайтесь, мы будем только рады. Все, друзья. Всем пока-пока. Сегодня супер-классного дня. Ну и поздравляю, у кого свершилось, у кого желание какое-то осуществилось, ну и пусть это случается и дальше. Все реально. Мы это увидели. Все. Выключаю микрофон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok